Речная навигация в 2015-м не откроется. Причиной тому – начало работ по реконструкции набережной. Закончить эту работу планируют только через год. Плотина сейчас открыта, уровень реки понижен. После проведения реконструкции, соответственно, плотина будет закрыта и уровень будет восстановлен. Уровень воды в Оке снизили до проектного. На полтора метра, уверяет глава УКСА Александр Печников. Но когда прорабатывали план благоустройства, забыли подумать про речной транспорт. Это может закончиться плачевно, переживает руководитель ТТП. При падении уровня воды в реке Оке в затоне корабли сядут на мель, которая сейчас находится на зимнем отстойке. Днища примерзнут к дну реки и во время движения льдов весной эти днища будут просто оторваны и корабли затопнут. Комплекс спасительных мероприятий нужен сейчас, пока реку не сковал первый лед. В противном случае речные трамвайчики могут пропустить торжественные юбилейные мероприятия в 2016 году. Действительно, в проектно-смертной документации средства на данные виды работы не предусмотрены. Мы предложили Украине коммунального хозяйства, как учредителю, принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность и сохранность. Одним из предложений было пересыпать выход из затона, чтобы здесь образовалась искусственная дамба. В образовавшемся углублении накачать воду с тем расчетом, чтобы корабли оставались на плаву и не примерзли к дну водоема. А пока окончательное решение не принято, рассматривается и другой вариант – перенос всех кораблей на берег. Эта мера, возможно, была бы менее затратной для городского бюджета, но не представляется возможной. Слип, с помощью которого можно было бы это сделать, еще не изготовлен. Проект его только проходит в согласовании в государственной экспертизе рыбоохраны России.